МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационное агентство Высота-102". Коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Мечта о поезде до Урюпинска затормозила в коридорах исполнительной власти. Главная новогодняя елка областного центра обретает знакомые очертания. Общественникам рассказали, как рассчитывали новый тариф на вывоз мусора в регионе. О размере нового тарифа на вывоз мусора для потребителей сегодня впервые сказали вслух в присутствии журналистов. Ранее обсуждения в Комитете тарифного регулирования шли в закрытом режиме. Злободневный вопрос стал причиной для созыва расширенного заседания экспертной комиссии Общественной палаты региона и Общественного совета при профильном комитете. Из информации, прозвучавшей на этом совещании, стало ясно, сколько с нового года жители области будут, скорее всего, платить за вывоз мусора. А именно 112 рублей 77 копеек с человека в многоквартирных домах и 111 рублей 13 копеек в частном секторе. Общая плата для квартиры или индивидуального дома будет рассчитываться, исходя из количества зарегистрированных жителей. Скажите, пожалуйста, региональный оператор своими силами будет выполнять работу или за счет субподрядчика? Область поделена на 7 кластеров. Региональный оператор определил несколько зонных перевозок с учетом нахождения объектов обращения. И практически вся область, за исключением Волгограда и Лавлинский район, часть Лавлинского района, Котельниковский район и Октябрьский район будет перевозиться подрядчика. Напомним, с 1 января к своей работе приступит региональный оператор по обращению с ТБО. Это фирма управления отходами Волгоград. Компания будет отвечать за сбор, перевозку и утилизацию мусора на территории всего региона. Тариф на вывоз мусора в Волгоградской области окончательно будет утвержден 20 декабря на заседании коллегии профильного комитета. Возрождение железнодорожного сообщения между Волгоградом и Урюпинском по многочисленным просьбам жителей может стать явью при условии, что этого захочет областной комитет транспорта. Сегодня на пресс-конференции начальник Приволжской железной дороги ответил на вопрос, когда же вновь запустят поезд до столицы российской провинции. Если раньше мы захотели и выставили поезд, то есть мы захотели поставить Волгоград у Урюпина поезд, мы его сейчас взяли и поставили, и он работает. Сейчас он в новых условиях, когда работает компания Волгоград-Транспригород, должен сделать заказ министерства транспорта, должен прийти в компанию Волгоград-Транспригород, где должно быть написано, что на таком направлении должен работать пригородный пост. Мы готовы его поставить. Насколько это будет в 2019 году реализовано, я не знаю, но мы ведем переговоры, мы говорим, что это надо. Мы не одно написали письмо о том, что он необходим, но пока на сегодняшний день ответ не получен. Прокомментировали сегодня железнодорожники и взволновавший у многих волгоградцев факт закрытия переезда на Тулака. Закрыли, согласовали Сергей Анатольевич с администрацией на ремонт с 6 декабря по 27 декабря он закрыт. Планируется, что железнодорожный переезд на Тулака будет открыт 27 декабря, то есть до наступления нового года. 200 миллионов рублей на реализацию проектов, связанных с увеличением пропускной способности дорог регионального, межмуниципального и местного значения, Волгоградской области выделило правительство России. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Всего субсидии выделены 30 регионам на общую сумму более чем в 12 миллиардов рублей на различные работы в сфере дорожного хозяйства. Главная елка Волгограда постепенно начинает обретать очертания. На площади павших борцов сейчас собирают каркас, давно знакомый горожанам конструкции высотой 18 метров. В этом году территорию вокруг елки украсят новые арт-объекты – крылья ангела, снежная королева и снеговик с санями. Здесь также разместятся главные сцены и светящаяся резиденция Деда Мороза. В новогоднюю ночь на площади павших борцов по традиции будет организована праздничная программа с танцами и музыкой. Аниматоры в костюмах Дедов Морозов будут работать с 11 ночи до 3 утра. Редактор субтитров А.Семкин